Я еще раз прошу, те вопросы, которые возникают во время работ, где-то нестыковка не происходит, если там вы сильно заняты, чтобы кто-то был человек вместо вас, постоянно. То есть мир, объект у нас один из основных в этом году. Не всегда есть такая возможность? Мы не всегда вас приглашаем, но когда уже конфликтность нарастает, необходимо быть потише, потише. Сейчас я любые выдачи продолжать не сделаю. Значит, по опорам еще раз, по опорам мы определились, так как записали, да, то есть в понедельник вы отдаете, в среду получается мы возвращаем обратно, но ждать не надо, ждать не надо. Подряд на организации, которые опорой делают, ждать не надо. Самое главное, повторюсь еще, значит, получается, с понедельника вы начинаете демонтаж. Это очень важная работа, а с соблюдением, опять же, мер безопасности. Руководитель все же, кого определит, значит, должен человек, который, знающий вопросы, касающийся, значит, безопасности, во время демонтажа от нас должен быть. Должен специалист кто-то быть либо с Кроссека, либо с Энергосбыта. Обязательно, чтобы подряд на организации все эти вопросы, значит, они занимаются демонтажом, можно было обесточить, либо как-то специалист сделал все эти безопасные. 20-го числа начинаем устанавливать новые. Время для установки сколько нужно? 60 напор. Я полагаю, что надо качество. Я рассуждаю вслух, 3 дня, наверное. Ну, неделю. Просто я к чему, когда вопрос был о том, что там, убирать и монтаж, опор делать или нет, световой день пока еще достаточный. Нам нужно выполнить работы как можно быстрее. Поэтому, я думаю, здесь, значит, нужно так. Поэтому, я попрошу, это очень важно. Те вопросы, которые касаются пандусов. Владимир Владимирович, уже вы глубоко вникаете в проект, вы ответственны за все пандусы, определяете, кто СОЖ и пандусы. Если какие-то вопросы непонятные, значит, обговаривайте с проектной организацией. Уже этот проект у нас давно, уже даже, видимо, там уже додырки протерли, да? Есть вопросы. Затем у нас касается, на входной части со стороны Кравченко тоже, тактильная плитка, не забыли о том, что, значит, для людей с ограниченными возможностями тоже у нас есть определенные обязательства, которые должны соблюдаться. Так, значит, по асфальтным работам. Просто на контроль взять еще раз, до 1 августа, да, должны, может, раньше, раньше можно, позже нельзя взять, чтобы это сделать. Так. Для все управление. Так. Вижу, на той стороне появились хорошие две парковки, которых не было. Такие решения хорошие у нас появляются, да? Значит, Пьедович, попрошу вас еще раз созвониться с подряд на организации, которые у нас здесь по благоустройству, чтобы они до среды, до следующего штаба убрали эти горы, значит, мусора, которые, да, они нагребли. И там на остановке общественного транспорта, и там. Кроме того, не забываем, что у нас по этой улице, по этой стороне пойдет автобус, новый маршрут. Правильно? Совершенно. Вот. Остановка у нас там когда появится? В среду. Ожидается. И все. Но остановочную площадку надо делать, и, соответственно, это место обратить внимание. Так. Так, мне надо сейчас еще по ряду вопросов проехать в администрацию. И я тоже попрошу вас продолжить, до конца пройти. Обратить внимание тоже на опоры освещения, которые нужно перенести. И с собственником Батоном, то, что была ситуация конфликтная, решена, правильно? Вот помните, асфальт выложили, да? Так же, да? С собственником Батоном. Помните этот вопрос? Конечно, да, да. Конечно, выложили, выложили. Все. Что там еще у нас осталось? Какая проблема? А там уже положили. И что-то перебор там все решили. А, и там на остановке опора, которую надо убрать. Таким образом. Штаб следующий в среду. С нимским. 14 назад.